Это новый Bugatti Chiron Super Sport, и он по-настоящему впечатляющий. Люксовая машина и гиперкар, и один из самых дорогих и быстрых автомобилей на планете. Почти 1600 лошадиных сил и ценник свыше 4 миллионов долларов. И сегодня я буду его обозревать. Итак, давайте поговорим про Chiron Super Sport. Стандартный Bugatti Chiron это удивительная машина, в ней почти 1500 лошадиных сил, и максимальная скорость свыше 418 км в час. Но Bugatti хотели большего, больше мощности и больше скорости. Поэтому они разработали версию Chiron, которая может разогнаться свыше 480 км в час. Это смягченная версия той машины, немного более люксовая и с чуть меньшей скоростью. Но, само собой, она остается совершенно безумной. И сегодня я буду ее обозревать. Сперва я проведу для вас подробный обзор Chiron Super Sport и покажу вам все его крутые фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Chiron Super Sport с ключа. Вот он, очень простой, но элегантный ключ. С одной стороны Bugatti, а с другой стороны кнопки открытия и закрытия. Никаких модных особенных функций, и он отделан такой же кожей, как в салоне машины. Очень элегантный и красивый ключ. Но это не единственный ключ, что вы получите, взяв такую машину. Еще есть вот такой. С надписью Chiron сбоку. Нажмите на кнопку, ключ выскочит, и это ключ максимальной скорости. Эта машина может разогнаться до 442 км в час. Но она не сделает этого, пока вы не воспользуетесь этим ключом максимальной скорости. Прямо вот здесь, в области водительского ножного колодца. Вставьте, поверните, и это активирует режим максимальной скорости. Дополнительное подтверждение о том, что вы в самом деле хотите разогнаться настолько быстро. Этим ключом, по сути, можно разблокировать максимальную скорость. Также стоит отметить, что вместе с Chiron вы получите еще один ключ. Запасной. Вот он. Стандартный складной ключ Volkswagen и Audi. Нажмите, он разложится. Запереть-отпереть. Такой же ключ, как в Passat, разве что только вы получите его с Bugatti. Смешно наблюдать тут такой элемент из Volkswagen, но таков запасной ключ. И, к слову, о позаимствованных у Volkswagen ключах. Само собой, Bugatti находится под крылом Volkswagen Group, поэтому не так удивляет наличие некоторых общих штук. Но я нашел еще одну очевидную. Если завести машину, появится вот этот индикатор DRL. Габариты. Это тот самый индикатор, как в Passat и Jet и каждом другом Volkswagen. Вот он здесь, в Chiron. Еще одно заимствование. Помимо этого и запасного ключа, все в Bugatti сделано на заказ. В любом случае, далее, прежде чем забраться внутрь и перейти к остальным фишкам и особенностям, хочу обсудить кое-какие его отличия от стандартного Chiron. Наиболее очевидный, вот здесь сзади, это тот факт, что он длиннее. Сзади это сразу заметно, хвост кажется длиннее, чем в обычном Chiron. Так оно и есть. Суперспорт где-то на 254 миллиметра длиннее обычного Chiron, благодаря чему улучшена его аэродинамика. У Bugatti есть версия суперспорта, которая может разогнаться быстрее 480 километров в час. Это безумно. На такой скорости аэродинамика чрезвычайно важна, машина должна быть как можно более обтекаема. Поэтому они сделали хвост немного длиннее, что помогает ей преодолевать сопротивление воздуха на высоких скоростях. Стоит отметить, как я уже говорил, эта машина не разгонится до 480, только до 442. Но это все равно превосходный показатель, и это быстрее стандартного Chiron. Он разгонится где-то до 418, и это быстрее Chiron Pure Sport. Версия этой машины заточена на управляемость. Ее максимальная скорость 350, так что по скорости это царь горы 450, но и 480, как в другой версии этой машины. И в ту же тему обсудим версии этой машины. Это стандартный Chiron Super Sport. Но кроме него есть Chiron Super Sport 300+. Та самая способная на 480 километров в час машина. Она легче, быстрее, более захватывающая. Это же больше заточено на люкс. Вы не получите безумных характеристик модели 300+, но получите компромисс, очень высокую максимальную скорость и кое-какие люксовые нюансы. Но, само собой, за это придется заплатить. Начальная цена Bugatti Chiron Super Sport 3 миллиона 825 тысяч долларов. Это начальная цена. Вот этот оснащен на 4,3 миллиона. Где-то полмиллиона долларов на опции. Эта машина до невероятного дорогая. Больше 4 миллионов долларов за машину. Но за довольно особенную. В любом случае, далее пройдемся по кое-каким другим отличиям Super Sport. Одно из наиболее заметных. Вот эти отверстия на передних крыльях. Есть несколько с водительской стороны и несколько с пассажирской. По девять с каждой сторон. И выглядят они немного странно. Но они там есть, как и на каждой модели Super Sport. И по задумке, это дань уважения Bugatti EB110 Super Sport. В которой также были отверстия. Вот они выглядят очень характерно для модели EB110 Super Sport. Их перенесли и в Chiron Super Sport. И это довольно круто. Другие улучшения Super Sport. Во-первых, вот этот передний сплиттер агрессивнее, чем тот, что вы получите в стандартном Chiron. Немного спортивнее, более заточен на характеристики. А также снаружи на Super Sport есть шильдики. Однако их не так уж и много. Chiron Super Sport написано на лючке бензобака. Вот здесь. Нажмите и лючок откроется. Здесь машину можно заправить. И с другой стороны есть такой же логотип. И смотрится эта штука, как второй лючок бензобака. Откроете его. И туда можно долить масло в двигатель. С одной стороны масло, с другой топливо. И лучше бы вам не перепутать, где что, поскольку иначе машине конец. Еще одно важное отличие от стандартного Chiron в Super Sport – другая резина. Тогда как обычный Chiron может разогнаться до 420, этот разгонится до 450. И если поднять скорость даже на 30 километров, вам понадобится другая резина, поскольку эти 30 километров – это серьезное дело. Так что для еще более высоких скоростей в этом Chiron улучшили резину. И это довольно-таки впечатляет. И кроме того, в нем увеличена мощность. В стандартном Chiron чуть больше 1500 лошадиных сил. В этом почти 1600. Если быть точным, 1580. Это совершенно огромный показатель для любого автомобиля. И очевидно, даже для спорткара. Также в нем почти 1630 ньютон-метров крутящего момента. Это также огромный показатель. И двигатель W16 с четырьмя турбинами. Его видно сзади. На нем написано W16 с одной стороны и 1600 с другой. Это мощность машины в PS, не в лошадиных силах. Это немного больше. Но суть вы уловили. Он до невероятного мощный. Я не могу показать вам весь двигатель, поскольку в подобных машинах до него не добраться. Это большая панель. И они не хотели, чтобы люди лазили в двигатель и ломали его. Поэтому панель зафиксирована, но снаружи немного видно двигатель. 16-цилиндровая силовая установка с четырьмя турбинами. И стоит отметить кое-какие другие механические изменения Широна Суперспорт. Во-первых, облегченные турбины. Они лучше, легче, что значит скорость набирается немного быстрее. Также Bugatti увеличили длину передачи и повысили отсечку. Много чего было сделано именно ради достижения максимальной скорости. Улучшена аэродинамика, изменения в двигателе, трансмиссии. Все нацелено на лучшую максимальную скорость. И он достигает ее. Также стоит отметить, что в этой машине другой выхлоп. Сзади четыре выхлопные трубы, подвев столбик с каждой из сторон. Довольно необычно выглядят, но это четыре выхлопные трубы. Звучат они на удивление. Злобно. Это вроде как элегантная, люксовая и ультрабыстрая машина, но она еще и звучит очень значимо. Послушайте, как газует Широн Суперспорт. Но в любом случае, снаружи машины есть еще много о чем рассказать. И продолжу я с углеволоконного плетения. Кузов этой машины в основном состоит из углеволокна. И вот что круто в Бугате так это то, что плетение их углеволокна на панелях соответствует друг другу. То есть с краю каждой панели плетение идеально выровнено со следующей, чтобы смотрелось как будто бы это одно непрерывное плетение. Несмотря на зазоры между панелями, это невероятное внимание к деталям. Чего, честно говоря, и ожидается, когда вы отдаете за машину такие деньги. Еще одна важная деталь снаружи Широна – световая полоса сзади. Она идет поперек всего задка. Одна большая длинная полоса света. Характерный для Широна нюанс, присущий этой машине. Также, само собой, с обеих сторон стоп-сигналы. Сверху на них такой треугольный дизайн. Также довольно характерен Широном, когда они светятся, смотрятся примерно так же. Но дизайн стоп-сигналов очень в духе Широна. И к слову про оптику. Спереди, когда включены габариты, с каждой из сторон машины по 4 квадрата. Это также присущий Широном элемент дизайна. Но, к слову про эти 4 квадрата. Самое крутое, что они могут, это исполнить небольшое приветствие при отпирании машины. Посмотрите, нажимаете на кнопку «Отпереть», и Широн как бы распознает вас и поприветствует своими фарами. Довольно крутой нюанс. Также стоит отметить, спереди суперспорта и любого Широна находятся здоровенные решетки. Спереди их, по сути, аж три, в том числе и центральная решетка с присущим Бугатти дизайном. Такие делают на каждой их машине уже более сотни лет. Но эти большие решетки спереди нужны, чтобы по максимуму всасывать воздух и охлаждать ее массивные двигатели. А также стоит отметить, к слову, про воздушные впуски. Еще один есть сбоку. Вот эта линия сбоку, очень уникальный Бугатти элемент дизайна. Но также за ним скрывается воздушный впуск. Вот он. Отсюда его видно. Здесь в двигатель попадает воздух. Ему нужно как можно больше воздуха, и этот воздухозаборник сбоку с этим помогает. Но так или иначе, далее мы забираемся внутрь Широна Суперспорт. И что вы заметите, открыв дверь, то, что вас не поприветствуют тонны углеволокна и спортивные сидения-копши, в которых трудно сидеть, некомфортный салон, гоночные машины. Здесь вполне себе люксово. Посмотрите вокруг, и вы обнаружите вполне хороший салон. Широкие сидения с поддержкой, все в коже, строчка алькантара, все хорошо выглядит. То же самое с кожаным рулем торпеда с центральной консолью. Внутри есть немного углеволокна. Это модель Суперспорт. Но салон очень люксовый и высококачественный. И это довольно неожиданно, учитывая, что в ней 1600 лошадиных сил. Можно подумать, что это будет безумный трековый монстр, но в этом как бы и преимущество этой машины. Вы получите характеристики, мощность, скорость, ускорение, а также люксовость. Одна штука, которую вы не увидите, осмотрев салон, это гигантского центрального мультимедийного экрана, как в столь многих современных машинах. Вы заплатите за машину 4 миллиона баксов и не получите даже центрального экрана. Но так оно и было задумано. Бугатти решили, что эта машина будет желанной среди коллекционеров годами и десятилетиями. Поэтому решили, что установив по центру современный экран, машина быстрее состарится через 10, 15, 20 лет. Она будет смотреться глупо, как 20-летние машины сейчас, в которых были самые современные экраны. Теперь они смотрятся устаревшими. Поэтому Бугатти отказались от них. И вы получите по центру только этот ряд из 4 переключателей. 4 небольшие крутилки, и это климат-контроль. Здесь можно его по-всякому настроить. Сменить температуру воздуха, направление воздуха, поток. Это 3 верхние крутилки. А нижняя управляет подогревом сидений. Можно повернуть крутилку, чтобы его включить, и, нажав небольшую стрелку снизу, выбрать одно из сидений. Но у этой стрелки снизу есть еще одно применение. Если ее удерживать, то на всех крутилках сменится изображение. Посмотрите еще раз. Зажал кнопку, экраны на крутилках изменились, и теперь это приборы, а не климат-контроль. Так можно сделать центральный экран в машине без центрального экрана. Внезапно у крутилок климат-контроля появились новые функции. Теперь это приборы с информацией об автомобиле. Классная небольшая скрытая пасхалка. Чтобы вернуться к настройке климат-контроля, все, что надо сделать, это еще раз зажать эту стрелку снизу, и настройки климат-контроля вернуться обратно. Но, если вдруг вам интересно, как управляется все остальное, то в приборной панели все же встроены экраны, хотя они там как бы скрыты. Таким образом, с ними машина не будет казаться устаревшей, как я уже говорил. Тот экран, что справа, более важный. С его помощью можно много чего делать, посмотреть множество разной информации о машине, одометр поездки, такие штуки. Также там можно посмотреть давление в шинах, температура, очень важное дело в такой машине, особенно если вы планируете заезды на высокой скорости. Также здесь есть секундомер, и можно воспользоваться на драг-рейсах или на треке, чтобы засекать круги прямо в машине. Круто! Также в этом экране есть возможность перейти в меню настроек. Вполне стандартные настройки, как в большинстве автомобилей, но тут круто то, что вы можете настроить отображение на ваших центральных приборах. Сейчас включено классическое отображение. Там есть несколько различных приборов, как я ранее уже показывал. Но там есть и некоторые режимы, в которые можно перейти. Например, можете включить спортивный режим, и они начнут показывать совершенно другую информацию. Теперь вы смотрите на мощность и скорость, передачу на которой вы, и подобное. Таким образом можно менять информацию на этих маленьких экранах. И в экране приборной панели есть несколько разных подобных настроек, чтобы выбрать, что именно должно отображаться по центру. Это довольно крутая идея. Другой экран находится в приборной панели слева. В нем не так много отображено. На нем есть тахометр и несколько других вещей, через которые можно прокрутиться. Цифровое отображение скорости или мощности. Довольно крутая вещь и изображение с машиной, показывающая, открыта ли дверь. Или что-то вроде того. Вероятно, наиболее важная вещь в области приборной панели — прибор по центру. Само собой, это спидометр. Серьезная штука прямо по центру. Это старомодный аналоговый прибор, и он доходит аж до 300 миль в час. Если вдруг вы решите разогнаться в своей машине очень-очень быстро. Также снизу под этим прибором цифровое отображение скорости, если вдруг вам надо поточнее понять, что за скорость отмечена на этом приборе, когда будете ехать 400 км в час. Но в любом случае, далее еще несколько интересных штук в этой машине. Во-первых, селектор передачи. Это автомат с двойным сцеплением, как во всех моделях Широна. И сам селектор работает довольно необычно. Чтобы переключиться на драйв, нужно подвинуть его вправо. На D. Вот вы на драйве. Чтобы переключиться на нейтралку, подвиньте его влево. И вот вы на нейтралке. А заднее — это влево и вниз. Вот вы на задней. А чтобы встать на паркинг, просто нажмите на кнопку сверху, и вот вы на паркинге. Все немного необычно, если сравнивать с другими машинами. Один-другой примечательный регулятор на центральной консоли — вот эта кнопка питания. Это регулятор магнитолы. На центральной консоли вы можете ее только включить и выключить. Вот этой кнопкой — это все. Все остальные регуляторы стерео находятся на руле. Вот они. Громче, тише, следующий трек — мьют. Все находится здесь. Что до регуляторов, которые есть у пассажира, только включить и выключить. И к слову о руле. На нем есть несколько других важных вещей. Во-первых, справа находится кнопка «Двигатель». Само собой, это кнопка «Старт-стоп». По центру — «ЛС», что означает «Ланч-контроль». Здесь активируется он, но, вероятно, самая важная вещь на руле находится слева. Небольшая крутилка с разными изображениями. Это режимы езды. И «Би» находится сверху. Это логотип «Бугатти». И «Би» — это инициалы основателя компании. Основной туринговый режим этой машины. Дальше — режим «Автобан». Режим для езды на высокой скорости. А в самом низу — флаг в шашечку. Как бы ваш режим управляемости для езды по гоночному треку. Что происходит при смене режима езды? Машина меняет позицию антикрыла в соответствии с предпочитаемым вами типом вождения. Машина будет заряжаться или подниматься более обтекаемо и менее, в зависимости от режима, в котором вы находитесь. Также стоит отметить, что здесь есть и четвертое изображение. Это подъем оси. Если повернуть регулятор сюда, машина приподнимется, чтобы заехать на высокую подъездную дорожку или вроде того. Полезно такое иметь прямо у себя на руле. И другие крутые вещи внутри салона. Есть тут несколько. Во-первых, вероятно, вещь, которая мне нравится больше остальных, это линия между сидений, которая идет вдоль центральной консоли. Между сидений, вверх потолку, центральная изогнутая деталь, которая выглядит просто круто. Это элемент объемной подсветки. Верите вы или нет, и включить ее или выключить можно с помощью этого переключателя. Включите его, и загорится весь этот длинный светильник между сидениями. Очень круто, и важно не забывать, что она имитирует такую же линию снаружи машины, которую я раньше вам уже показывал. Это как бы своего рода подпись «Бугатти снаружи», и также ее перенесли в салон. Что странно в том, что здесь есть эта линия, так это то, что она разделяет заднее окно. Если посмотреть в зеркало заднего вида, ваш обзор будет разделен на две части. Похоже, что тут немного перемудрили, но смотрится она очень-очень круто. И в тему к этой линии стоит отметить, что также в этой машине двойной люк. Над обоими сидениями индивидуальные люки, они не открываются, но все же есть. Через них можно посмотреть наружу, довольно крутой нюанс. Что до мест для хранения? Ну, их по минимуму. Ну, что-то есть. Есть бардачок, как это ожидается от обычной машины, но не от гиперкары, здесь он есть. Также есть отсеки на дверях, можно открыть эту панель, в ней есть отсек, туда тоже можно что-то положить. Еще один карман для хранения есть перед ним. Немного места тут есть. Также по центру есть вот такая панель странной формы, не совсем уверен, зачем она нужна, но она там есть. И еще одно местечко есть под торпедо в области центральной консоли. Туда можно положить еще что-нибудь. Не так уж много отсеков для хранения, но приемлемое количество, если учитывать, что это люксовый гиперкар. Далее, также стоит отметить кое-какие штрихи Суперспорт. Во-первых, на дверных порогах написано Суперспорт, что напомнит вам о том, что вы не в обычном Широне. Также Суперспорт написано на этой кожаной панели в ножном колодце. Широн Суперспорт, чтобы вы не забывали о том, что ваш автомобиль особенный. Что до материалов, как я ранее уже говорил, много кожи, много строчки, но есть здесь и углеволокно. В стандартном Широне иначе, там в основном кожа, но это заряженная модель. В ней есть немного карбона, хоть и не так много, как в модели Суперспорт 300+, или Диво, который внутри заточен на трек посильнее. Далее, еще одна интересная вещь, которую стоит упомянуть, подрулевые переключатели. Слева поворотники, как буквально во всех машинах, также в эту ручку встроен круиз-контроль, и он очень простой. Поверните, чтобы включить или чтобы выключить. Плюс, парочкой кнопок с краю можно установить скорость. С другой стороны, ручка дворников, и опять-таки она очень простая, включить и выключить. Если повернуть ручку, то работа станет прерывистой, но ручка довольно обычная, скорее элегантная, чем запутанная. Также стоит отметить, в этой области на торпеде рядом с рулем находится это небольшое отверстие. Сюда вы можете вставить ключ. Вставьте его сюда, затем нажмите на кнопку «Двигатель», и так заводится ваш шерон. Но давайте обсудим еще одну штуку, которая открывается из салона. Передний багажник. Чтобы его открыть, надо потянуть этот рычаг в водительском ножном колодце, и он отопрется. И давайте обсудим этот передний багажник, поскольку в нем есть несколько интересных вещей. Во-первых, мне нравится тот факт, что, открыв его в углу, вы обнаружите плашку «Бугатти», по которой можно понять, что вы только что купили одну из самых эксклюзивных, особенных и впечатляющих машин в мире, а рядом с ней стандартная 12-ти вольтовая розетка. Довольно странно наблюдать две эти штуки рядом друг с другом, эксклюзивность и немного нормальности рядом. Но вот другие примечательные вещи здесь. Во-первых, брендированное «Бугатти» пусковое устройство. Довольно крутое. Вместо того, чтобы покупать обычное, у «Бугатти» есть собственное. Довольно крутой небольшой штрих. Также здесь находится набор для смены покрышек. Вот эта небольшая деталь в багажнике справа – это набор для замены покрышки. Откройте, и там вы обнаружите все, что необходимо для ремонта шины своего «Бугатти» «Шерон» на обочине, если вдруг такое произойдет. Еще одна штука, которая мне нравится в багажнике – вот эта наклейка с предупреждением, по которой станет ясно, что тут может быть горячо. Температура в багажнике может подниматься до 50 градусов. По сути, там написано «Не кладите в багажник ничего такого, чему нельзя греться», поскольку оно нагреется. Так или иначе, наиболее интересная часть багажника – это, несомненно, вот эта деталь, которую просто прилепили здесь по центру. Чтобы как бы разделить багажник по центру, зачем кому-либо могло понадобиться так разделить багажник? Похоже, что в этом нет смысла, только вот сделав так, «Бугатти» разделили передний багажник на две отдельные части, чтобы разобраться с регламентами. Таким образом, им не обязательно устанавливать там ручку экстренного открытия, поскольку каждая отдельная часть багажника укладывается в этот регламент. Если убрать эту панель, пришлось бы добавить туда эту ручку для открытия изнутри, но пока перекладина есть, то это не обязательно. Поэтому они решили, что большинство владельцев просто снимут панель, оставив багажник без такой ручки, но продать эту машину так с завода невозможно. Довольно интересная штука. Но в любом случае, вот последняя вещь, стоящая упоминания в «Широн Суперспорт». Во-первых, снаряженная масса. Эта машина не задумана особенно облегченной, ее вес составляет 2085 килограмм. И это удивительно. «Кёнигсик» весит чуть больше 1360. «Хеннесси» в «НМФ5» примерно столько же. Это на 680 килограмм тяжелее. Но вы получите дополнительную люксовость и все приятные нюансы, которых нет в тех машинах. Поэтому многие люди явно посчитают, что оно того стоит. Также стоит отметить, что «Широн Суперспорт» — это последняя модель в линейке, по крайней мере, если верить «Бугатти». Они говорят, что следующая версия «Широн», которая выйдет, называется «Болид». Они уже ее продемонстрировали. Это сфокусированная на гонках версия. Она не будет легальна для дорог общего пользования. А это как бы последний легальный для дорог общего пользования «Широн». В будущем модели «Бугатти» будут плагин-гибридами. Отчасти электротехнологии, как я полагаю, не будут заимствовать у «Рима», который находится в семье «Бугатти». Так что это их последняя в линейке машина на бензиновом W16 с четырьмя турбинами «Широн Суперспорт». Итак, это были фишки и особенности нового «Бугатти» «Широн Суперспорт». Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно. Веду «Широн Суперспорт». Последние в линейке «Широнов». Я водил несколько таких «Широнов» и парочку «Веронов», если честно. У меня уже есть подобный опыт. Я водил «Широн» несколько лет назад, но эта машина до сих пор вызывает волнение и восхищение. Она просто чрезвычайно хорошо собрана. Одна из первых вещей, что вы заметите, забравшись внутрь. Все настолько люксовое, так хорошо собрано, превосходные материалы, все хорошее. И я водил много гиперкаров, Пагани, Кёнигсик, Хеннесси, Веном и Терпэрэпэрэ. Много разных гиперкаров, Ламборгини, Феррари. И штука, которую я до сих пор помню про «Широны», которую я впечатлен в плане качества материалов, он словно «Бентли». Фантастическая люксовость. Все очень хорошее. Это, конечно, делает его тяжелее, но машины настолько быстрые, что это уже не так важно. И что в нем круто, причина, по которой можно смириться с такой снаряжной массой, вы получите все. Скорость, характеристики, мощность, а также ощущение люксовой машины. «Бугатти» в этом плане уникален в мире гиперкаров. Еще ускорение этой машины совершенно безумно нелепо абсурдное. И, блин, такое оно и есть. Он просто безумен. Опускайте ногу на педали, сразу подается мощность. И, что интересно, подается она относительно линейно. Сидение вдавливает в тот же момент, как вы нажимаете на педаль. На любых оборотах куча мощности. И, что интересно, ее все больше и больше. Будто бы в этой машине бесконечная мощность. Интересно, что, стоя на светофоре, и это, опять-таки, одно из преимуществ «Бугатти», он хороший. Сидите тут и ничего не гремеет. Приемлемый обзор, хороший кондиционер, хорошие комфортные сидения. Он не кажется грубым или трудным в любом смысле. Ощущается хорошо. Ладно, давайте-ка газанем немного. Такой быстрый и как будто бы легкий. Просто кладете ногу на педаль и едете. И он не такой неистовый, как Феррари F8, который очень громкий и очень точный, конечно, но, знаете, очень шумный. А эта тачка, как реактивный самолет, срывается с места, выдает все больше мощности. Отпускаете газ на скорости. Она нелегальна, не буду говорить, сколько это. И все равно такое чувство, что вы близко не достигли возможностей, до которые способна эта машина. В плане максимальной скорости. Это даже не близко то, на что она способна. Еще одна интересная штука насчет этой машины. Я сейчас просто чисто по шоссе катаюсь. Но я ездил и в других широнах, и делал с ними всякое. И меня всегда впечатляла управляемость этой машины. Не кажется атлетичной, как некоторые особо облегченные машины. Но вес, на удивление, хорошо минимизирован, учитывая то, насколько он тяжелый. И учитывая, что когда думаешь про эту машину, вы думаете про ускорение и максимальную скорость. Про него не думаешь, как про спортивную машину для извилистых дорог. Но в этом он тоже, на удивление, хорош. Помимо того, что он хороший во всем остальном. И недостаток машины, которая хороша во всем, в том, сколько за это надо заплатить. Она до невероятного дорогая. Отзывчивость газа фантастическая. Ускорение фантастическое. Она настолько до невероятного быстрая. Некоторые люди жалуются на турбо-яму. И совсем немного такое есть. Но совсем не существенно. Но после нее он явно ощущается просто безумным. И затем вы съезжаете с шоссе, перестаете давить на газ. И вот вы будто бы в обычной машине. Потенциально можно забыть, что вы находитесь в настолько до нелепого безумном заряженном гиперкаре. Разве что только все вокруг на вас смотрят. И все приходят в восторг. Типа, вау, посмотрите, даже здесь, в Оранж Каунте, где Феррари и прочие встречаются, ну, знаете, за день можно встретить штук 10. А вот Бугатти нет. И все совершенно точно на нее пялятся. Для меня очень удивительно, насколько в нем все просто. Я водил почти все подобные машины, и каждая кажется очень особенной. Как и эта. Это очень особенная машина. Но вы можете безумно представить ездить на этой машине каждый день. Но при желании вы могли бы без проблем. Водить такой гиперкар – это особенное дело. Очень удивительно. Но обычно из них плохо видно. Они могут быть ненадежные, особенно марки с очень ограниченными выпусками. Я слышал про них страшные истории о проблемах, которые есть в этих машинах. Но здесь другое дело. Очевидно, эту машину дорого содержать, ей дорого владеть. Но у вас будет дилерская поддержка. За ней стоит крупная марка. И машина вполне годная. При желании на ней можно ездить. Как на обычном автомобиле. И, как по мне, это одно из главных преимуществ. Верон был их первым гиперкаром. И он все еще самый пригодный и рациональный. Все больше идут в сторону безумных характеристик. Что превосходно. Кёнигсев превосходно едет. Превосходная работа с деталями и все нюансы. Погани такие же. Но что-то есть в том, что эту машину можно использовать и по-обычному. Это безумие. Никогда бы никто о ней так не подумал. Но это самая впечатляющая часть про то, как она сделана. Вы можете втопить и обогнать все, что угодно. Либо можете съездить на ней в магазин. Я думаю, что машина очень крута. Интересно, что ее выпустили уже как 5-6 лет назад. И всегда она была крутой. Верон – это машина вокруг которой какая-то мистика. Он был первым и был первым во многом. Самая быстрая машина в мире. Ну, знаете, пока этот рекорд кто-то не побил. Но в какой-то момент он ей был. И это первая машина за миллион долларов. Она была лучше во всем. Все смотрели Топ Гир и прочее. Машина была очень особенной. Интересно, что Широн находится не на том же уровне, как бы, мистики и мифов. Просто следующее поколение. Но эта машина намного лучше. Технологии лучше. Как я понимаю, лучше с обслуживанием и ремонтом. Ощущается более современным. Он быстрее. Я думаю, он лучше выглядит. В нем так много прекрасных штук. Я думаю, если выбирать две лучшие в мире машины, Широн был бы на втором месте. Одна из самых-самых крутых машин всех времен. И мне он очень подходит, потому что я не люблю гремящие, низкие, раздражающие, трудные машины. И здесь есть все то же самое, что и в тех. В ней есть характеристики. И нет никаких ХЗ, как в некоторых таких машинах. Итак, это Бугатти Широн. Суперспорт. Это удивительная машина. Гиперкар с удивительными характеристиками и мощностью, и скоростью. Но также и превосходной люксовостью. Это, вероятно, лучший гиперкар, совмещающий в себе все, что только можно пожелать. Разве что есть один недостаток. Им будет ценник. Он совершенно астрономический. Но невероятно крутая машина. Рад, что мне выпал шанс ее заценить. А теперь пришло время оценить Широн Суперспорт по шкале Дага. И вот шкала Дага. 73 из 100, что не удивит многих постоянных зрителей, поскольку каждый Широн и каждая его версия, что я обозревал, получила 73 из 100. На самом деле, различия в этих машинах есть, но не исключительные. Один немного быстрее, другой чуть лучше управляется, но для большинства водителей они, грубо говоря, одинаковы. Это хорошо. Я считаю, что Широн это одна из величайших когда-либо созданных машин, и Суперспорт среди них.